всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал а где мы говорим о развитии мышления инвесторов делимся лайфхаками как зарабатывать больше и каким образом формировать собственные инвестиционные портфели в этом видео я расскажу вам о пяти секретах которые на мой взгляд могут внести в вашу жизнь больше спокойствия приносить что называется больше денег и вообще в принципе перестать париться по поводу того растут ваши доходы или нет они вас просто будут автоматически расти увеличиваться эти лайфхаки они находятся в плоскости наверное инвестирование инвестирование в прямом понимании что какая-то стратегия какая-то чаша священного грааля какие-то успешные методы отбора ценных бумаг то есть это не столько про инвестиционные инструменты тактические или стратегические действия в плане обращения со своим собственным капиталом сколько это вещи которые я применялась у себя на практике которые являются неочевидными вещами которые меня могут обвинить сейчас в каком-то таком саморазвитие личностном росте здесь станет лучшей версии себя ребята речь не про это речь про то что а это сработало лично у меня б вещи когда я их рекомендовал то есть вот эти вот пять советов когда рекомендовал своим друзьям знакомым близким вот знаете часто бывает такая ситуация что ты видишь перед собой человека но у меня такое бывает что в нем очень большой потенциал понял там правильное окружение о такой целеустремленный целенаправленные с очень хорошей организации времени то есть действительно есть просто внутреннее чувство что человек с потенциалом но он не может выйти какой-то за определенный контекст или пробить какой-то потолок своих доходах да потому что его парит просто а что будет завтра с деньгами а будут ли они будут ли мои доходы в принципе расти и получается что что я вижу человека который может вырасти и создать очень много ценностей для людей быть очень полезным большому количеству людей у него для этого есть все навыки умения склонности с другой стороны он сам себя ограничивает потому что у него нет уверенности в работе да лучше я буду работать на работе где мне не будет особо никакой ответственности меня будет определенный фронт работы вот я его выполняю стабильно получаю заработную плату это касается в первую очередь друзей друзей с кем я там детство проводил когда у меня есть классный друг который я честно признаю он эрудирование меня дисциплинирование меня то есть я действительно понимаю что в плане интеллектуальных способностей он гораздо круче меня и в плане коммуникативных может быть какие-то сложности есть я больше коммуникативный но тем не менее в плане интеллектуальных знаний он круче но он не может для себя представить как это так уйти в никуда делать что-то что я еще не знаю да для него это непосредственно неприемлемо поэтому получается что часто со своими именно родными и близкими мы на эту тему разговариваем сейчас я хочу назвать вас своими родными и близкими чтобы на канале поделиться думаю что вам это будет полезно просто заранее предупреждаю что это будут вещи с одной стороны они кажутся очень простыми с другой стороны практика показывает что люди когда получают эти знания бесплатно и не платят за это они не внедряют это в свою собственную жизнь и соответственно не получают результат поэтому я призываю вас к тому что хотя бы реализуйте половину из того что я скажу именно 5 лайфхаков которые лично мои доходы изменили в лучшую сторону и перевели к тому что я перестал в принципе париться по поводу того что будет с моими доходами просто по одной простой причине сейчас настоящий момент уровень пассивного дохода которые получают своих активов превышает уровень ежемесячных постоянных расходов да то есть можно говорить о некой такой финансовой независимости не финансовой свободе финансовой независимости и так что же это такое то есть первое самое важное о чем я говорю это то что нужно начинать с того что отдавать делиться то есть в в этом видео мы говорили о том что такое отдаванием есть четыре базовые потребности человека это базовая потребность выживания вкус жизни собственная значимость любовь и две высшие потребности это саморазвитие и отдавание если мы соответственно переворачиваем эти параметры начинаем с отдавания то у нас остальные потребности закрываются автоматически этот первый лайфхак возьмите за правило что 10 процентов своего дохода направлять на благотворительность в данном случае к под благотворительностью подразумевается история связана с тем что вы отдаете безвозмездно как некое такое но опять таки не хочу быть обвиненным в пропаганде какой-либо религии да то есть я не знаю есть высшие силы какие-то которые позволяют вы здоровы у вас есть дети или может быть нет у вас есть любимые может быть нет но тем не менее вы живете работаете получаете доход как вы можете быть там благодарны за благодарным можно быть как это говорит как можно быть благодарным богу везде есть и в мусульманстве и в иудаизме и в христианстве 10 процентов в церковь непосредственно нужно отдавать не задумывались почему такое почему такое происходит попробуйте с этого как минимум да почему 10 процентов как я считаю да то есть моя гипотеза в чем заключается что вы всегда получаете в 10 раз больше чем отдаете отдали тысячу рублей получите 10 тысяч рублей отдали 10 тысяч рублей получите 100 тысяч рублей почему 10 процентов от дохода потому что человек когда зарабатывает 50 тысяч рублей отдать в 5000 рублей от дохода для него может быть существенной суммой но при этом когда вы плюсом увидите плюс 50000 рублей они для вас не останутся незамеченными точно также это касается даже если у вас доход будет 100000 рублей или 1 миллион рублей это первая история я часто задаю вопрос кто хочет миллион долларов напишите в комментариях кто хочет миллион долларов до хочу миллион долларов после этого я задаю встреч на вопрос а готовы ли вы 100 тысяч долларов направить на благотворительность поднимите руки вы тоже можете проголосовать подняв ручку в комментарии люди которые поднимают руки они мысли следующим образом ну во первых поднимают единицы а даже если поднимают подход такой я сначала вот если я заработаю миллион долларов я 100 тысяч отдам на благотворительность это работает наоборот надо сначала отдать а потом получить очень тонкая игра очень тонкая грань такая здесь идет опять же вы должны понимать что должна быть чистота намерения то есть вы отдаете 10 процентов от дохода не для того что вы хотите в 10 раз больше получить а вы отдаете это из того что вы говорите спасибо за то что вы имеете этот свой доход то есть вы даете десятую часть как некая благодарность за то что вы ее имеете но соответственно это будет увеличиваться да если поставить эти параметры просто сделайте эксперимент друзья я прошу вас довериться мне настоящий момент и в следующие полгода 10 процентов от своего дохода направляйте на благотворительность посмотрите насколько сложнее или труднее будет зарабатывать деньги и как они будут приходить в вашу жизнь второй момент связан с тем что чистота намерения потому что это тоже было в моей собственной жизни когда доходы начали активно расти я еще про это скажу то есть действительно получилась такая ситуация что я заработал за месяц 10 миллионов рублей и надо было согласно данного плана 1 миллион отдать на благотворительность пришла девушка с запросом что вот есть такой проект любовь спасет мир будет на поклонной горе непосредственно проходить дайте деньги на благотворительность все мне да то есть все на этот проект в итоге сказал что деньги не дам я плачу какие-то конкретные вещи которые нужно там доставку детей из детского дома продукты питания там кейтеринг но очень важный момент что я этого делать не хотел мне этого не хотелось потому что я понимал что в принципе во мне не нуждаются и посылом намерением лично для меня это был пиар это было удовлетворение потребностей в собственной значимости высокомерия гордыни до что мне сказали что меня порекламируют спишем там на маркетинговый бюджет и в конце концов даже если этого ничего не получится по крайней мере я получу в 10 раз больше то есть вот такое вот оно было не прошло двух месяцев соответственно у меня возник собственный личный долг в размере 10 миллионов рублей да то есть это была такая неприятная ситуация из которой мне пришлось в течение года потом выруливать но то есть это по частоту намерений очень важная оговорка которую нужно иметь ввиду и это соответственно первая вещь о котором хотел сказать в заключении немножко хочу тоже такое упражнение сделать представьте себе что у вас есть такая уникальная карточка дебетовая даже не дебетовая кредитная условия по которой следующие вы по ней можете в течение месяца потратить столько денег сколько захотите купить все что вы пожелаете новый телефон новые украшения новые туфли новую сумочку костюм я не знаю брионе в сумме автомобиль новый квартиру за месяц непосредственно купить но правило такое вы можете по этой карте потратить столько денег сколько захотели но предварительно должны 10 процентов от суммы покупки депонировать на этой карте то есть у вас покупка на миллион нужно 100000 депонировать безвозвратно остальные 90 процентов перечислят вам банк и эта карточка она бессрочно не имеет срока действия у нее условия что если вы пропускаете следующий месяц следующий платеж месяц вы а не знаете что вы хотите купить следующем месте и не депонируете там никакой суммы то есть и как минимум один пропуск у вас просто эту карту отбирают хотели бы вот такую карту иметь с неограниченным лимитом при условии что вперед нужно заплатить 10 процентов я думаю что многие бы такие такую карту хотели почему для это говорю потому что есть разные люди кому-то достаточно моего мнения кто мне доверяет и говорит окей я буду это делать кто-то моему мнению не доверяет ему нужны какие-то факты кому-то нужно узнать как это работает и преодолеть вот это вот внутреннюю скупость до что мне самому то денег не хватает вот когда у меня будет тогда я буду отдавать чтобы мозг включить немножко в другом ключе до перевернуть немножко сознание именно этим мы и занимаемся у нас на канале поэтому обязательно подписку на колокольчик его чтобы перевернуть это сознание представьтесь для себя что у вас есть такая карточка и поиграйтесь в эту игру для себя не надо преодолевать себя не надо ничего думать надо никаких объяснений пусть это будет как ребенок до которому просто интересно а что из этого выиграет поверьте мне 10 процентов от вашего дохода не ударит сильно по бюджетам вы не в лишний раз не проедете на такси пообедаете в ресторане или поужинаете в ресторане но результат который получит просто один факт того что вы в течение шести месяцев сможете для себя сформировать новый нейронный контур где вы в осознанном форме будете понимать что когда вы отдаете вы получаете больше одно это приведет тому что вы перестанете париться по поводу денег у меня это произошло года четыре назад и даже ситуация у меня уже в этот промежуток времени было там неприятная финансовая ситуация с партнерами с клиентами и решение этой ситуации с использованием данных знаний у меня заняло порядка полутора лет поэтому берите внедряйте надеюсь что это будет вам полезно и нужно второе то что лично мне помогло это взаимоотношения с отцом это больше такое там психо-эмоциональные наверное отношения тоже мне это произошло в тринадцатом году непосредственно одном из тренингов и эту узнал на веб-блоге что все что материале нашей жизни физическое здоровье то есть мы вот именно материальное такое в жизни человека присутствует это отношения с отцом все что духовное и эмоционально это отношения с матерью то есть любовь отношения дети семья вот это вот все это отношение с мамой то есть если с мамой натянутые отношения как правило вот сложно найти вторую половину если мы говорим про отца то здесь финансы физическое здоровье это вот отношение непосредственно с отцом если они натянуты есть какие-то обиды есть там не знаю недопонимание какое-то напряженная ситуация то в этом случае там очень тяжело идет история с финансами после того как я это узнал я там сам проследил у нас в 2009 году была свадьба не знаю папе что-то тогда не понравилась моя супруга в моем присутствии толкнул мне это очень сильно не понравилось мы очень сильно поссорились очень сильно поссорились да и после этого получается два года у меня просто мои доходы по нисходящим как бы я не барахнулся чтобы я не делал то есть и доходы снижались и со здоровьем там серьезные проблемы начались закончилось это в конечном счете что я уволился сбербанка ушел абсолютно это никуда первое там состояние когда потерял 80 процентов своего собственного капитала ушел в чистое поле и вот там я как раз таки это узнал и первым делом было что я вернулся к отцу помирился попросил прощения у нас не сейчас очень хорошие замечательные отношения всякое бывает папа тогда болел тоже я в принципе знал ее не уважительно к нему отнесся и мы признали что оба были неправы извинились и в принципе сейчас хорошие отношения поэтому в принципе все улучшается поэтому улучшайте отношения со своими родителями звоните поддерживайте общайтесь если родителей нет была какая-то обида я не знаю отец ушел из семьи у мамы воспитывались да то есть там такая неполноценная семья была но просто поработайте с образом да там попросите прощения вы должны понимать что события которые происходят шли на которые вы обижены то есть даже не вы можете быть причиной для вас может быть дорога там мать вы а лоцируете вот эти вот отношения внутри их отношения на отца у него тоже были причина для того чтобы поступить так как он поступил это тоже лайфхак который можно применить собственной жизни а третье это понимание осознание того что как вы можете за единицу времени создать больше потребительской ценности опять же я говорю на примере своем собственном то есть у меня были хорошие навыки по управлению капиталом формирование инвестиционного портфеля которые в развитии меня как специалиста компания очень много вкладывалась и то есть меня эти навыки были и вопрос стоял соответственно каким образом сделать за один час больше потребительского ценности соответственно то с чего я начал это ведение допустим того же самого тренинга по личным финансам когда я рассказывал транслировал свои знания не одному человеку тет-а-тет а когда это была группа небольшая группа там 10-15 человек то есть количество времени один час но эти знания получают не один человек тет-а-тет а получают сразу 10-15 потом я подумал а как их можно сделать больше да то есть это соответственно вебинары проводить как сделать еще больше а канал на youtube и сделать и соответственно получается что знания которыми я владею они в принципе одинаковые да но я их могу или давать точечно кому-то да или давать большому количеству людей то есть создавать больше потребительской ценности подумайте в том в чем вы эксперт где у вас высокая экспертиза и о том как можно соответственно эту ценность которой вы не уже несете который вы уже обладаете если вы работаете по найму то вы какую-то ценность представляете почему то же вам ваше время покупают какую-то ценность вы же создаете то есть каким образом вы можете эту ценность масштабировать да то есть подумайте об этом хорошо это планирование от видения они планирования от ресурсов то о чем мы говорили вот в этом видео четвертый вообще не очевидный факт многие люди когда об этом говорят с улыбкой относятся к этому фактору, но я про себя говорю, я говорю про людей, у которых это получается, про людей, у которых это реализуется, это рождение детей, как это не покажется странным, то есть есть разные поговорки, да, то есть в разных нациях они звучат по-разному, но смысл сводится к тому, если Бог дал ребенка, даст и на ребенка. У меня четверо детей и по себе могу сказать, то есть когда я проводил анализ собственного благосостояния, возможностей, ресурсов, которыми обладаю, то есть рождение каждого нового ребенка выводило нас на совершенно другой уровень, другой уровень осознанности, другой уровень трат, другой уровень дохода, который ты непосредственно получаешь. То есть старшая Диана, когда родилась, это был 2012 год, для понимания в этот год, соответственно, Сбербанк купил тройку диалог, я ушел из тройки диалог, да, то есть я ушел в Сбербанк, и мало того, проработав Сбербанке всего лишь 6 месяцев, я ушел в никуда. И всегда, почему-то, я не знаю, почему так происходит, рождение ребенка через полгода, год происходит какое-то экстраординарное событие, но в моей собственной жизни, экстраординарное событие, которое приводит к тому, что жить как раньше я уже не могу. Родилась Диана, я не мог работать по найму, ну просто не мог, потому что появился ребенок, и надо было больше времени уделять, а в Сбербанке был более жесткий режим, даже чем в тройке диалог в плане труда. Идиотизм, который я не понимал, связанный с тем, что пока твой начальник не ушел с работы, ты должен находиться на работе. Я ушел с работы по найму, создал собственный бизнес, да, то есть непосредственно начал масштабировать, перед этим, опять-таки, была потеря стабильного фиксированного дохода, была потеря капитала 80%, то есть хлоп такой, как бы ты падаешь очень сильно вниз, но после этого меняешь свое сознание, меняешь принципы свои собственные и начинаешь жить по-другому. То есть это создание собственного бизнеса, это образовательная среда, это самостоятельное вложение уже в интеллектуальный капитал, это больше благотворительности, больше отдавания. То есть рождение каждого ребенка приводит к тому, что жить как прежде не получается, потому что происходит некое такое обрушение, обновление предыдущего здания, которое строилось. То есть ты строишь здание из расчета, что у тебя будет трое детей, то есть ты, супруга и ребенок. И вот ты там на троих покупаешь, я не знаю, двухкомнатную квартиру. Потом рождается еще один ребенок, и ты понимаешь, что там в двух-трехкомнатной квартире ты жить не можешь, ты, соответственно, это бомбишь все, переезжаешь в трех-четырехкомнатную квартиру. Когда появляется третий ребенок, тоже ты понимаешь, что здесь ты уже не можешь, да, нужно расширяться. То есть это касалось всего там моих принципов, моих убеждений, как я работаю, с кем я работаю. С рождением Дианы у меня произошло увеличение, я говорю там про доходы сейчас, людям, которым проще посчитать, да, в цифрах. Если у меня доход был, как у руководителя Сбербанка, там в районе 200-300 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, с рождением Дианы я потерял этот доход как работу активный, да, но я ушел там в тренерство. И через 12-24 месяца вышел где-то на стабильный доход в месяц порядка 400-600 тысяч рублей. Ну, то есть в два раза произошло увеличение дохода, при этом о пассивном доходе речи в принципе не шло. Родился Данил, это 17-й год, соответственно, это создан проект MaxCapital как таковой. Это увеличение, опять-таки, активного дохода уже с 500-600 тысяч рублей до полутора миллионов рублей в месяц, и из которых 200 тысяч это уже вот чисто пассивным. То есть с рождения второго ребенка уже уровень пассивного дохода от моего капитала равнялся размеру моего активного дохода, когда мы были в принципе без детей. Когда родилась Есения, это получается, то есть Даня в 14-м году, Есения в 17-м году, то есть там тоже произошло такое очень неприятное событие. MaxCapital в том виде, в котором он был, он умер. Родился новый проект MaxCapital. У меня там, опять-таки, были значительные потери капитала собственные. И я понял, что то, что я строю в том виде, в котором есть, оно не работает, и я начал строить совершенно другое. С рождением, то есть Есения, может быть, вы видите на фотографии, очень на меня похожа голубоглазая блондинка. Это была первая история в моей жизни, когда я за год заработал 50 миллионов чистого дохода, вот из которых получается порядка 400-500 тысяч рублей уже на чистом пассиве формируется, образуется. Ну и с рождением Вики, Виктории, это уже был у нас 2021 год, я тоже понимаю, что у меня сейчас очень много что рушится, да, то есть многое разрушается. Есть много вещей, которых я уже делать не хочу, но есть другие вещи, которые меня зажигают, более интересные, более масштабные, о которых в том числе я буду рассказывать на канале проекта MaxCapital. Это будет уже не только связано с инвестициями, но это будет связано с развитием, в первую очередь, человеческого капитала. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте уведомления, чтобы получать новые видео. Рожайте детей, ребят, могу призвать к этому на собственной практике из опыта моего окружения, то есть мы тоже общаемся, естественно, так получается, что наше окружение тоже многодетное. Они подтверждают, если у вас есть двое-трое детей, ребят, обязательно поставьте сейчас на паузу, подумайте, посмотрите, как менялась ваша жизнь с появлением каждого нового ребенка. То есть это не только вопрос доходов, это принципиально другой уровень жизни, да, то есть в плане осознания и в плане того, как вы зарабатываете, с кем вы зарабатываете и насколько тяжело или сложно происходит зарабатывание этих денежных средств. Если вы у себя такую связь обнаружите, обязательно напишите в комментарии. Для меня это будет интересно и полезно, получить от вас обратную связь. Ну и последний, пятый способ – это окружение. То есть ни для кого не секрет, а для кого-то может быть секрет. Повторю очевидную вещь. Ваш доход – это доход среднеарифметического людей, с которыми вы проводите больше времени. И это касается не только дохода, это касается абсолютно всего. Как это работает, ну давайте про доход возьмем. Берем шесть человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Родственники не считаются, супруги не считаются, родные не считаются, считаются вот именно друзья, с которыми вы проводите больше всего времени. Если вы суммируете общий годовой доход и разделите на шесть, вы получите свой собственный доход. Этот принцип, он работает еще раз не только в доходах. Если, куда и как вы путешествуете. Возьмите 6 людей, с которыми вы проводите больше всего времени, вы путешествуете в среднем так, как вы путешествуете они. Если кто-то там занимается альпинизмом, походами, каким-то активным отдыхом, то в этом случае вы тоже этим занимаетесь. Если это какой-то там, я не знаю, пляжный отдых, или там поездки в Европу, или шоппинг-туры, или гастрономические туры, то вы тоже будете таким образом поступать. Вопрос, если вы общаетесь с людьми, у которых много детей, то, соответственно, у вас, скорее всего, тоже много детей. И это работает абсолютно везде. Вопрос окружения решает все. Именно поэтому мы создаем сообщество, создаем сообщество MaxCapital, где вот эти вот принципы, которые я изложил в данном видео, я тоже пропагандирую, развиваю, ввожу больше аргументов с тем, чтобы эффективно управлять своими инвестициями, управлять своим капиталом, создавать его, сохранять и продолжать. А также там, где мы с 2022 года будем активно заниматься развитием интеллектуального капитала семье, с тем, чтобы переводить уже финансовый капитал, именно знания, навыки, умения, с тем, чтобы уже наши дети, наше ближнее окружение, наши братья, сестры, родители жили счастливо, комфортно, здорово. И без мысли о том, будут у меня завтра деньги или не будут. Друзья, если понравилось видео, обязательно поделитесь им со своими родными и близкими, потому что здесь, как я уже говорил в самом начале, вы, наверное, сами сочтете, что это не то, что вы ожидали. Но поверьте мне, это просто, казалось бы, и несложно на самом деле внедрить в свою собственную жизнь, но просто есть какие-то определенные психологические моменты, которые сложно преодолеть. Здесь вопрос доверия. Возможно, вы, может быть, даже сами это у себя не реализуете, но кто-то из ваших близких последует хотя бы половине тех советов, которые я дал, и изменит свою жизнь к лучшему. И на самом деле перестанут париться по поводу того, будут у них завтра деньги или нет, а они просто будут приходить, и приходить достаточно легко. У меня же на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...